Георгий Мамедов Я скажу пару слов о том, что темой города в штабе мы активно занимаемся в течение этого семестра, с сентября месяца, и не совсем случайно, потому что, надо сказать, что тема города очень популярна и востребована. И в условиях такой общественной организации, которая является штаб, которая существует на общественные деньги, на гранты мы оказались в ситуации, что мы должны были выбрать ту тему, на которую мы могли бы найти средства. И такой популярной темой сегодня в Бишкеке является тема города. И отсюда родился этот наш проект, который называется «Бишкек. Хроники радикального воображения». Это стипендиальная программа, о ней подробно мы будем говорить. Но вот в рамках нее мы делаем эту конференцию. И вот, собственно, о том, как мы смотрим на город, каким языком для разговора о городе мы пользуемся, будет посвящено мое выступление, которое, повторюсь, оно сориентирует по поводу всех остальных уже более детальных выступлений на этой конференции. Окей. Ну, начнем немножко издалека. Креативный урбанизм – идеология городского развития Бишкека. В 2013 году на муниципальных выборах Бишкеки одерживают победу правящая в стране партия СДПК с программой «Креативный город». И городское развитие Бишкека обретает свою идеологию – так называемый хипстерский или креативный урбанизм. У этой идеологии, как и у любой другой, есть набор ключевых понятий, практик, образов. Вот, например. И как и любая идеология, а идеология, я тут понимаю, вполне нейтральна, как набор определенных ценностей, креативный урбанизм делает видимым одни явления и процессы и скрывает другие. Креативный, комфортный город для людей – это главные клише креативного урбанизма. Велодорожки или же яркие санкционированные граффити, как это. Это визуальные образы этой идеологии. И эти образы, как я уже отметил, они не нейтральны. Они идеологизированы. То есть отражают определенную систему ценностей и связаны с определенными отношениями власти. В нашем обращении к городской тематике мы исходили из других идеологических предпосылок. Мы опираемся на иной набор понятий, практик и образов. И мое выступление представляет собой обзор основных понятий левого лексикона в контексте городской политики Бишкека. Левый взгляд также идеологизирован, как и креативный урбанизм. Но, в отличие от последнего, своей идеологизированности не скрывает. А наоборот. Вынесение в заголовок выступления эпитета «Левый» подчеркивает, что разговор о городе и его развитии – это политический разговор. Город и его развитие – это вопрос политики, то есть установление приоритета интересов одних групп над интересами других. Попробуем разобраться, какие это группы и что это за интересы. Я думаю, что было бы важным прояснить понятие «левый» в этом контексте. Слово «левый» можно было бы заменить на «критический» или «прогрессивный», как это часто делают. Но я решил остановиться именно на «левом», подчеркивая политическую ангажированность и моего выступления, и того видения, которое мы предлагаем. Но все же, что значит «левый» – коммунистический, социал-демократический, анархистский, марксистский? Какой это взгляд? В моем понимании базовое определение «левого» сводится к тому, что левый взгляд, критика, позиция всегда учитывает производственные отношения как определяющий или базисный фактор рассматриваемых явлений или процессов. То есть указание на тот факт, что рассматривая нами отношения, явления, процессы, практики, не существует в вакууме, а внутри вполне конкретной историчной социально-экономической системы, известной как капитализм. И вскрытие тех отношений власти или марксистским языком классовых отношений, которые из этого факта исходят, определяет для меня суть левого. То, какие выводы политики и практики следуют для каждой из левых фракций, левых сил, от социал-демократов до анархистов из этого факта, из факта капиталистических производственных отношений – это вопрос второго уровня. И его касаться сегодня я не буду, оставаясь на этом базисном уровне левой политики. Указание на классовый характер любой идеологии – это ключевой момент развлечения левого взгляда на город и того же креативного урбанизма. Левая позиция не может удовлетвориться гуманизмом лозунга «город для людей», Потому что люди в данном случае – это не более чем генерализация, скрывающая различия в потребностях и нуждах различных городских сообществ. Очевидно, что город для людей-водителей и город для людей-пешеходов, город для людей-мигрантов и город для людей-коренных фрунзенцев или город для людей-женщин – это все очень разные города. А значит, требуется уточнение – интересы какой или каких групп приоритетны в городской политике. Так как зачастую интересы этих групп вступают в конфликт между собой. Выбирая в качестве идеологии креативный урбанизм, городские власти в качестве модели городского сообщества, интересы и потребности которого для них приоритетны, выбирают так называемый креативный класс. Зачитаю вам цитату, которую уже миллиард раз цитировал. «Отличием концепции «креативный город» является акцент на экономике знаний, который основан на интеллектуальной деятельности и высокой роли новых технологий. Экономика знаний формирует новые экономические модели, типы социальных отношений, культурные парадигмы. Она способствует выходу национальных предпринимателей на мировые рынки. В основе экономики таких городов лежит творческий класс, создающий технологии и возможности, а также формирующий культурный и экономический контекст города». Это цитата из тогда депутата Горкинеша Эльвиры Сареевой, а сейчас она вице-премьер по социальным вопросам. В программе «Бишкек. Креативный город» интересы и потребности группы, обладающей наиболее привилегированным положением, получает приоритетное внимание городских властей и фактически приобретает статус интересов и потребностей города в целом, обеспечивая наиболее выгодное для обладателей этого положения перераспределение материальных и символических благ. Эта ситуация в символическом поле, потому что «Креативный город» — это всего лишь программа, декларация, но в то же время приводит к вполне практическим эффектам и выражается, по большому счету, в сегрегации городского населения и городского пространства. Эта сегрегация проявляется в неврономерном распределении и неврономерном развитии инфраструктуры, например, между городом собственно и тем, что мы называем новостройками, ориентации культурных и социальных проектов на городскую молодежь, а не на людей из новостроек, и фактической маргинализации в сфере городской репрезентации большей части городских жителей, чья работа и жизнь оказались не связанными с экономикой знаний и новыми технологиями, а таких как бы в нашем городе абсолютное большинство. Я еще скажу пару слов о взгляде. Часто мы используем в наших названиях взгляд, эту метафору. Взгляд отсылает к двум процессам – к зрению и видению. Зрение можно отнести к критическому регистру, то, что мы можем увидеть, и что по каким-то причинам в иной оптике невидимо. Видение же – это образ, то, что можно представить, вообразить, и в этом смысле отсылает к утопическому регистру. Левый взгляд таким образом – это взгляд критическо-утопический. Он призван настроить как наше зрение, так и видение. Инструментами этого взгляда или этого оптического аппарата являются концептуальные понятия. И мое выступление – это обзор небольшого ряда этих понятий в контексте бешкекской политики городского развития и нашей исследовательской работы последних нескольких месяцев. В рамках проекта «Бешкек. Хроники радикального воображения». Обзор этих понятий позволит нам обратить внимание на те явления и процессы, которые ввиду идеологической ограниченности не присутствуют в текущей дискуссии о городе. И также этот обзор, как я уже говорил, послужит ориентиром для всех последующих выступлений конференции. Окей. Первое понятие из левого лексикона – общественное. Паблик. Общественная инфраструктура, пространство, здравоохранение, образование и транспорт. Обсуждение общественного в городе свойственно, безусловно, не исключительно левой риторике, левой позиции. В принципе, любое обсуждение городского развития – это обсуждение развития сектора общественного пользования в городе. Но на самом базовом уровне, можно сказать, что левый взгляд исходит из того, что общественного в городе должно быть как можно больше. Больше общественного транспорта, меньше частного, больше общественных парковых зон, меньше закрытых дворов, огороженных территорий и тому подобное. В контексте Бишкека с общественным складывается интересная ситуация. С одной стороны, выбирается стратегия развития, повторюсь, основанная на интеллектуальной деятельности и высокой роли новых технологий, а значит, на развитии соответствующей общественной инфраструктуры, например, как библиотека, в которой мы мерзнем. А с другой – дискуссия о городе полностью исключает обсуждение того, что происходит с уже существующей, или точнее существовавшей общественной инфраструктурой, призванной делать город комфортным и креативным. С прошлого года, с тех пор, как мы работаем, вернее, и с этого года, и до этого, мы постоянно сталкиваемся с ситуацией, когда некоторые общественные пространства привлекают наше внимание, именно потому что они из городской жизни исключены, и мы бы хотели их каким-то образом в эту городскую жизнь включить. И сталкиваясь с этими пространствами, мы выясняем, что они уже больше никакие не общественные, что все эти пространства приватизированы, разрушены или не существуют. И, как ни странно, всегда в этом случае речь идет о учреждениях, пространствах, связанных с технологиями, знаниями и развитием человеческого капитала. Воспользуемся языком креативных урбанистов. Ну, например, вот, бывший дом науки и техники. Сейчас это караоке-клуб «Запой». Подробнее об этой истории мы поговорим тоже в одной из презентаций. Или вот, это лекторки фрунзенского планетария в 80-е годы готовятся к лекциям. Так планетарий выглядел в 2010 году. Так он выглядит сегодня. Стадион. Смотрите, представьте, может быть, частный стадион. Стадион Сельмашевиц при заводе имени Фрунзе. Кстати, считается таким хорошим примером архитектуры 50-х годов. С этим стадионом интересный. Мы его обнаружили. Обнаружили в том смысле, что мы сами не бешкекчане, так сказать. Мы очень хотели там что-то сделать, потому что в нем действительно сосредоточена такая интересная эстетика сталинская. И хотелось как-то... Такая-то противоречивая. С одной стороны, это такой сталинский ампир, с другой стороны, это такое общественное пространство, созданное рабочими, для рабочих, рядом с заводом. И мы хотели там что-то сделать. И вот мы туда несколько раз наведывались, чтобы понять, можем ли мы там сделать какой-нибудь, может быть, перформанс или спектакль. В какой-то момент к нам подошли люди и сказали, что, знаете, вы находитесь на территории частной собственности, вы здесь не можете находиться, а тем более фотографировать. Но, кстати, вот он выглядит так. Полностью руинизирован. Вот то, что осталось от трибун. Кажется, что здесь реализуется такая вполне стандартная политика, когда какое-то учреждение приобретено, оно доводится до состояния руин, чтобы можно было изменить его общественный статус, разрушить и использовать эту землю. Например, мы поговорим подробнее о планетарии в одной из презентаций наших стипендиатов. Но согласно исследованию журналистов информационного агентства 24КГ, на территории, там, где сейчас находится планетарий, планируется строительство гостиницы, и мэрии эти планы уже утверждены. Ну и, например, один наш объект — это ботанический сад. Эта информация не на 100% проверена, но, думаю, что она верна. На территории ботанического сада сдаются в аренду помещения, в которых организуется гостиница. А ботанический сад — это заповедная территория, и вообще какая-либо непрофильная деятельность на ней запрещена. Понятно, что для большинства мои вопрошения кажутся наивными. Ну, как бы, что ты хотел? Капитализм, частная собственность. И действительно, логика частной собственности, механизмы ее работы всем понятны. Хотя во всех этих случаях, что странно, собственники неизвестны, или как минимум не спешат о своей собственности открыто заявлять. И это поведение недостойных буржуа, тех, которые создают рабочие места и так далее, а скорее злоумышленников, скрывающихся от правосудия. И для этого наверняка есть причины, так как приватизация этих объектов практически наверняка была проведена с нарушениями даже действующего законодательства. Тут наши либеральные друзья обязательно скажут, ну вот видите, все дело в коррупции, отсутствии верховенства закона, а не в священной частной собственности как таковой. Ну, не будем углубляться в эту дискуссию, а обратимся к вопросу, который кажется мне в связи с этим гораздо более существенным и сложным. Почему это происходит? Почему приватизация, а фактически разрушение и уничтожение объектов общественной собственности происходит практически при полном отсутствии реакции со стороны тех, кому все эти стадионы и планетарии, по идее, принадлежали и должны бы принадлежать, то есть горожанам. Горожане с большей охотой готовы вступать в конфронтацию с жителями новостроек, понаехавшими, которые якобы отбирают у них какие-то блага. Но на тех, кто у них собственно и действительно отбирает общественные блага, фрунзенская общественность в своем большинстве не реагирует. Отдельные голоса общей картины не меняют. Вопрос, который бы мне хотелось задать, заключается в следующем. А считает ли горожане уничтожаемое общественное своим чем-то, что им на самом деле принадлежит и существует в их интересах, а значит тем, за что стоит бороться и что стоит отстаивать? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к развлечению между общественным, паблик, и общим, коммун, которое вводит американский марксист, социальный географ и урбанист Дэвид Харви. Харви обращает внимание на то, что общественное всегда было частью городов с времени самого их появления. Площадь перед ратушей, рыночная площадь, набережные, мостовые и так далее. Все это зоны общественного пользования. Но их общественный статус, как статус общественного транспорта в большинстве современных городов мира сегодня или общественного здравоохранения, не гарантирует, что они существуют и функционируют в интересах большинства горожан, а не правящего класса или власти. Общественное пространство не обязательно является зонами эмансипации от отчуждения и угнетения. Например, кто скажет, что даже сегодня номинально бесплатная медицина или образование, это зоны, в которых нет ни угнетения, ни отчуждения. Конечно же, нет. Общественное пространство составляет по Харви основной ресурс общего. Но для того, чтобы общественное стало общим, по Харви требуется направленное политическое действие по превращению общественного в общее, то есть в то, что существует в интересах общего, то, что существует в интересах большинства, под контролем и при участии большинства. Образ общего, которому апеллирует Харви, это, например, воздух, атмосфера. Принадлежит всем, бесплатный, никому не может прийти в голову брать за это деньги. Или язык. Мы все пользуемся языком, не спрашивая на это никаких санкций. Человек живет, работает, отдыхает, социализируется в городе. Иными словами, это созданная человеком жизненная среда. И эта жизненная среда не может быть никакой иной, кроме как общей. Но понятно, что такая установка политична. И нельзя сказать, что в условиях класса общества эта позиция жестко и даже агрессивно не оспаривается. Ну, не только город, как общий, оспаривается капиталом. Но, например, такой природный ресурс, как пресная вода. Так, бывший председатель совета директоров компании Несле заявлял, что вся пресная вода в мире должна быть приватизирована, так как только эффективный частный собственник может во благо всех распорядиться столь ценным ресурсом. Разрушение общественного пространства в условиях неолиберальных городских трансформаций, нацеленных на максимальную приватизацию, это уничтожение того, что должно и может стать основой города как общего. И это важнейшая интуиция, определяющая левый взгляд на город и исходящая из него критику и сопротивление приватизации и экспансии рынков зоны общественного, будь то образование, здравоохранение, транспорт, рекреация. Коммонинг. Приобщение. Что такое? Для обозначения вот этого самого направленного действия по превращению общественного в общее, Харви вводит английский неологизм, коммонинг, который мы на русский перевели как приобщение. Да? Хорошо. Да, который мы на русский перевели как приобщение. Что такое приобщение? Я для переводчика буду говорить помедленнее. Приобщение — это установление контроля над чем-то социальной группой и организация функционирования этого пространства или этой инфраструктуры в интересах этой социальной группы по возможности наиболее широкой. А об обществлении? Ну, об обществлении скорее отсылает к общественному, а приобщение — к общему. Приобщение предполагает участие в создании, управлении, поддержании и функционировании, то есть субъектную роль для горожанина. В то время как общественное видит горожанина, ну, в лучшем случае, как пользователя, да, ну, или в неолиберальном варианте, в принципе, уже как потребителя, да, услуг и так далее, оставляя субъектные роли для ограниченного набора акторов, там, власти, капитала и так далее. Развлечение общественного и общего объясняет то, почему на постсоветском пространстве, и в Бишкеке в частности, с такой легкостью происходит процесс приватизации общественной инфраструктуры. Все эти стадионы, планетарии, дворцы науки не были приобщены, не были общими в советское время. В них не преодолевалось отчуждение. Они не предполагали участия. Они не были своими для большинства людей. За ними всегда стоял кто-то или что-то, партия, народ. Что ими управляло, определяло их вид, функции, назначения и так далее. И поэтому их приватизация и разрушение не воспринимаются как утрата чего-то, что принадлежит, скажем, мне, тебе, любому. За что стоит бороться и что необходимо отстаивать. Это развлечение также крайне важно для понимания левого взгляда как критического и актуального, а не ностальгического или тем более пассоистского, когда, например, речь идет о советской общественной инфраструктуре. То есть не ностальгическими мотивами движимой левой, которые говорят о том, что должна быть сохранена, например, эта библиотека или какое-то культурное наследие, которое было создано в советское время. Советское общественное, что еще осталось от него? Советское общественное или то, что еще от него осталось, должно быть приобщено, должно стать общим. И, например, возможным практикам приобщения социалистического в постсоциалистических городах будет посвящена наша первая сессия, которая будет после моего выступления на примерах Пешкека и Варшавы. Мы поговорим об этом, как это может быть делано, и в том числе касается советского общественного искусства, паблик-арта советского. Сопротивление. Харви предлагает в своей книге лишь один образ приобщения самого этого коммунинга – массовое сопротивление, перерастающее в городскую революцию. Уличное сопротивление – это также, безусловно, один из важнейших образов левой политики. От парижской коммуны к Парижу 1968, Каиру, Стамбулу, Гонконгу, Фергюсона наших дней. Наиболее яркой иллюстрацией концепции приобщения в этой череде являются стамбульские события. От Фергюсона вернемся к Стамбулу. Протесты в Стамбуле, как известно, начались из-за парка Гези, который власти планировали снести и на его месте построить торговый центр в виде восстановленных османских казар. Отличный образ мирного сожительства, свободного рынка и авторитарного национализма. Большинство комментаторов писали, что вскоре протест прирос эту незначительную проблематику. Но мне кажется, что это наблюдение не совсем верно, или точнее, в нем стоит немного по-иному обозначить акценты. Сторонники Эрдогана пытались примирить защитников парка следующим аргументом. «Дались вам эти пять несчастных деревьев?» «Условно пять. За десять лет мы посадили в Турции тысячи деревьев». В принципе, справедливый аргумент. Но люди в парке ему не вняли, потому что дело не в абстрактной справедливости и не в обмене пяти деревьев на тысячу, а в том, что эти пять несчастных деревьев общие, наши, таков был месседж протестующих. Эти деревья, какие бы они ни были, посажены здесь в наших интересах, и мы не позволим вам решать за нас, что делать с нашими деревьями. Именно это осознание общего интереса и того, что это общее, необходимо отстаивать в жесткой схватке с носителями частных интересов, и позволило протесту обрести столь значимые масштабы. Протест и город сегодня фактически синонимы, и никакое обсуждение города не может обойти стороной этот факт. Но вопрос, который мы поставили перед собой, а какие еще возможны формы приобщения, и какова роль искусства в этих возможных практиках? Вот приобщенные стены. Креативный урбанизм отводит искусству и художникам важнейшую роль в превращении города в креативный и комфортный. Художники при этом выступают не только основными производителями трансформации, культурные работники, авторами фресок, граффити или организаторами таких конференций, но и поставщиками самого прототипа образа городской жизни. Образа жизни богемного, творческого индивида, без постоянной работы, но в постоянном творческом поиске, сидящего на террасе кафе и делающем записи своих креативных мыслей в скетчбуке. Бессознательное, которому апеллирует этот образ, заключается в том, что городской субъект, кем бы он ни был, пенсионеркой, инженером, мигрантом, в креативном городе находит свободу и возможности для творческой реализации в обмен на ограничивающие его постоянную работу, социальное обеспечение, доступное жилье и тому подобное. Это логика современного нам постфордистского или когнитивного капитализма, капитализма, в основе которого лежит та самая экономика знаний, причем в основе не только производства, но и как символическая матрица для всех остальных форм городского существования. В идеале креативный город – это город фрилансеров. Может ли искусство способствовать превращению города не в креативный, а в общий? Каким образом искусство может выступать средством и средой приобщения? Вот попыткам ответить на эти вопросы и посвящена наша текущая стипендиальная программа «Бишкек. Хроники радикального воображения» и эта конференция. Надеюсь, что какие-то ответы, ну или во всяком случае попытки ответов сегодня будут озвучены. Отчуждение – это тоже обязательное понятие левого лексикона. Практически ни один левый текст не обходится без отчуждения. Однако это слово в левых текстах используется не более чем клише, такой ритуальный маркер левизны. Написал отчуждение – значит левый текст. У меня есть скромная амбиция вернуть отчуждению критическую остроту и объяснительную продуктивность. И контекст общего для этого наиболее уместен. Напомню, что отчуждение – это термин раннего гуманистического Маркса. Он подробно разрабатывает это понятие в философско-экономических рукописях 1844 года. Понятно, что существует обширная критика этого понятия у Маркса с марксистских же позиций. Самая известная – это критика Альтусера, который даже ввел концепцию эпистемологического разрыва, чтобы подчеркнуть колоссальную концептуальную разницу между Марксом времен рукописи, немецкой идеологии и автором Капитала. Между тем, мы не будем сейчас углубляться в критику этого понятия у Маркса, хотя для этой критики, безусловно, есть основания, но даже не будем углубляться в самого Маркса. Для наших целей довольно ясное и исчерпывающее понятие марксового отчуждения мы находим у Фрома. Фром дает очень емкое определение отчуждения, отрицание продуктивности. То есть, как он поясняет, отчуждение по Марксу означает, что человек в своем освоении мира не узнает себя самого как первоисточник, как творца, а мир, то есть природа, вещи, другие люди и он сам, кажутся ему чужим, посторонним по отношению к нему. Они как предметы ему противостоят, хотя могли бы быть созданы им самим. Отчуждение означает восприятие мира и себя самого пассивно разорвано в отрыве субъекта от объекта. Генеалогия этого понятия в западной культуре восходит к Ветхому Завету. К заповеди не сотвори себе кумира. Заповедь предостерегает человека от поклонения созданному им самим истукану. Пассивное восприятие реальности и отрицание собственной продуктивности возвращает нас к дихотомии общественного общего. В общественном человек не узнает своей продуктивности, горожанин в данном случае, и своей причастности. И именно это философски понятое, философски осмысленное отчуждение, непреодоленное в общественном, делает возможным отчуждение в юридическом смысле этого слова. То есть передачу этого самого общественного в чью-то частную собственность. Таким образом, приобщение стоит понимать как преодоление отчуждения. То есть осознание и утверждение своей продуктивности и причастности. И тут важно вернуться к Марксу. Вопреки распространенному заблуждению, по Марксу отчуждение не эффект, а причина капиталистических производственных отношений. И вообще всех отношений, основанных на эксплуатации. И преодоление отчуждения, то есть осознание своей продуктивности, условия изменения существующего порядка, а не ожидаемый эффект этого изменения. Как это соотносится с городом вообще и Бишкеком в частности? Позволю себе немножко воинствующего атеизма. Возможно, как-то можно понять, что люди до сих пор не осознали, что создали Бога и верят в Него. Верят, что Он создал их. Но как можно отрицать свою продуктивность в отношении города? Можно ли найти более яркий образ, более яркую метафору антропогенного, культурного, чем город? И между тем это возможно. Один из распространенных мотивов, причем повторяемый не кем-нибудь и архитекторами, в дискуссиях о развитии Бишкека, звучит так. Город – это живой организм, живущий по своим законам. Когда я слышу или читаю этот многократно растиражированный бред, источником которого, однако, является так называемый новый урбанизм, который в 60-70-е годы в Америке стал ответом на бесчеловечность модернистской архитектуры, мне вспоминается фраза из текста Бенемина «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» про то, что если коммунистическая программа равна превращению природы в историю, то программа фашизма – превращение истории в природу. Я не хочу никого обвинить в злом умысле, тем более фашистском, но, как известно, не мы говорим языком, а язык – нами. Хотя у автора этой фразы отношение с фашизмом тоже более чем неоднозначное. Иными словами, то, что все мы, горожане, жители города, являемся его производителями, то, что город сделан, а не дан или спущен с небес, что город – не природное явление, а культурное, что существует он по тем законам и правилам, которые придумывают люди, и что эти законы можно изменить в интересах большинства, в интересах наиболее угнетенных и уязвимых, это не самые очевидные тривиальности, а то, что нужно убедительно показать и доказать. Для того, чтобы город приобщить, то есть преодолеть отчуждение, необходимо на это отчуждение указать. Ну, или языком русской формальной школы город необходимо остранить. Скажем, по-брехтовски, отчуждение преодолевается через отчуждение. И это следующий наш термин – отчуждение или фир-френдинг. Преодоление отчуждения или превращение природы в историю – это магистральный мотив авангардного искусства XX века. Последовательно и программно к этой проблематике обращался немецкий режиссер, коммунист и антифашист Бертольд Брехт. Центральная категория отчуждения в брехтовской театральной эстетике нацелена на устранение отчуждения. Сам Брехт дает следующее определение своего О-эффекта, как он его называл, или эффекта отчуждения. «Произвести отчуждение определенного события или характера, – говорит Брехт, – это прежде всего значит лишить это событие или характер всего, что само собой разумеется, знакомо, очевидно и напротив, вызвать по его поводу удивление и любопытство». Смысл техники эффекта отчуждения заключается в том, чтобы внушить зрителю аналитическую, критическую позицию по отношению к изображаемым событиям. Техника заострения внимания требует историзации изображаемых событий. Материалистический О-эффект служит для того, чтобы все можно было бы рассмотреть с общественной точки зрения. Например, предложить нетривиальный взгляд на Бишкек, как утопический город, что мы попытались сделать, и об этом будет посвящена секция. Как, собственно, эстетические приемы Брехта можно переосмыслить сегодня, и как с помощью этой эстетики создавать критические художественные высказывания, в том числе реагирующие на городскую проблематику, мы обсудим с одним из авторов фильма «Башня Зонгшпиль» Дмитрием Веленским из питерской группы «Что делать?». Источник Брехтовского «Очуждение» — это концепция русских формалистов, и Шкловского, в первую очередь, знакомая нам как «Остранение». На самом деле «Очуждение» — это обратный перевод на русский «Остранение», такой ошибочный. Для русских формалистов «Остранение» — это главный прием искусства вообще. Шкловский. И вот для того, чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы делать камень каменным, существует то, что называется искусством. Целью искусства является дать ощущение вещи как видение, а не как узнавание. Приемом искусства является прием «Остранение» вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть продлен. Искусство — это способ пережить делание вещи, а сделанное в искусстве неважно. Таким образом, искусство указывает на сделанность мира, на природу как историю, возвращает человеку его продуктивность. Если приобщение, как мы выяснили, — это преодоление отчуждения, и «Остранение» или «Очуждение» — это преодоление отчуждения, то, соответственно, эти процессы, приобщение, коммонинг и остранение — суть одной и той же. Ну, или, во всяком случае, художественное остранение может служить важнейшим ресурсом приобщения как массовой практики. И последнее. Уже скоро заканчиваем. Еще один ресурс искусства — это радикальное утопическое воображение. Город всегда был одним из важнейших объектов приложения радикального или этого утопического воображения. Следы этого воображения остались, например, на карте современного Бишкека. Круглый рабочий городок, построенный в конце 20-х активистами кооператива Интергельпа во Фрунзе, это пример утопической урбанистики начала прошлого века. Круглый городок — это реализация концепции города-сада Говарда, английского архитектора, которая, в свою очередь, отсылает городу-солнце Томмазо Кампанеллы и другим утопическим видениям, чаще всего представлявшим городское пространство, вписанным в идеальную геометрическую фигуру. В городе-саде Говарда должна была быть решена проблема трущоб, а также обеспечен равный доступ к общественным благам, в том числе зеленым зонам, за счет равной удаленности окраина центра, например, за счет равной удаленности. Концепция города-сада обрела особую популярность после революции, как пример эгалитарного, но в то же время символически нагруженного городского проектирования. Подробнее, например, об этом проекте можно почитать в нашем альманахе в тексте Натальи Андриановой. Что сегодня представляет собой воображение? Я хочу сказать, что это довольно очевидный след утопического проектирования воображения. В нашей программе «Бишкек утопический», о которой мы будем рассказывать, там будут менее очевидные, но не менее утопические примеры, например, обычный советский микрорайон. Воображение сегодня. Вот яркий пример. Кажется, что дальше образа в Дубае сегодняшнее архитектурное воображение Бишкека развиться не в состоянии. Вот известный макет реконструкции центра, предложенный Бишкек глав архитектурой. Стеклянный уродец в центре возведен на месте памятника героям революции, известный как памятник Уркуэй Салиевой. И эта примитивность воображения кажется особенно поразительной на фоне визионерской и утопической практики Фрунзенской архитектурной школы 60-х-70-х. На архитектурном факультете... Ну, еще примеры воображения. Дальше как бы велодорожки мы не можем помыслить. Да, вот. Да. На архитектурном факультете Фрунзенского политеха 60-е и 70-е царила атмосфера радикального и авангардного экспериментаторства. Вот как ее описывает Шайлоджик Шинбаев, кстати, здесь, студент первого набора студентов-архитекторов. Для студента нужно было не только понять функциональную часть, утилитарную, какие нормы, функциональные связи. Еще важно было какую-то творческую новизну внести в своем проекте. Разрешалось все. Вплоть до того, как у Леонидова летающие блоки домов. При этом фантазия и воображение сопрягались с конкретными локальными вызовами и задачами. Многолетним научно-исследовательским проектом Фрунзенской архитектурной школы под руководством Валентина Курбатова было освоение территорий под жилищное строительство в условиях горного рельефа. На склонах холмов, в предгорьях и ущельях. Эта тема разрабатывалась в преддипломных и дипломных проектах студентов Курбатова. Курбатов полагал, что в условиях горного рельефа Кыргызстана, где ровные поверхности составляют лишь 7%, естественным развитием городов будет освоение предгорий. Важно, что Курбатовым и его учениками решалась в первую очередь проблема расселения и жилого строительства. В сегодняшнем Бишкеке, в котором по разным оценкам от 100 до 200 тысяч горожан живет в самопостроенных саманных домах без необходимых коммуникаций, проблема жилищного строительства на повестке городских обсуждений даже не стоит. И это опять-таки вопрос идеологический и политический. Вот, например, это жилой комплекс на сложном рельефе архитекторных гербеков 70-е годы. То есть школа действительно пыталась понять, как можно строить в условиях гор. И была разработана вот эта система террасных домов, например, которые на разных уровнях строятся. Или вот дом в ущелье, это как раз жилой дом на 6 тысяч жителей в системе расселения на сложном рельефе. Дипломный проект Шайлоджик Шинбаева. Но картинка плохая, мы вот сделали такую реконструкцию. То есть этот дом, который соединяет, построен в ущелье дом-мост, содержит две коры. Помимо освоения сложного рельефа, Курбатов был озабочен вопросами реорганизации быта. Его видение не достигает радикальности авангардных архитекторов 20-х. Семья Курбатовым под сомнение не ставилась. Но для своего времени он выражает довольно прогрессивные идеи об обобществлении быта и выведении из жилой ячейки кухни и другого пространства для хозяйственных операций. Увеличение жилой площади за счет общественного воспитания детей. Курбатов предполагал, что дети должны воспитываться в пансионах за счет государства, посещая родителей эпизодически. Эти идеи, хотя и активно обсуждались в литературе по архитектуре, контрастировали с доминирующим гендерным порядком в СССР. Но сегодня они кажутся просто неуместными фантазиями. Хотя это даже не воображение диссидента. Диссиденты воображали радикально. Например, так. Это материалы фрунзенской диссидентской коммуны, которые повесили в кабинете Маркса и Энгельса портрет Александра Каланта и заставили вождей продекламировать лозунг «Дорогу к космическому эросу». Подробнее об этих наших изысканиях тоже в отчете наших стипендиатов. Продолжение следует...